Сейчас вот я хочу вам еще показать некоторые вот такие вот прелестные вещи, которые обещала Магнолия. Представляете, красавица какая. Одна из многих. Но вот согласитесь, что это великолепие. Пройти мимо невозможно. И вот эти огромные цветы, они даже еще и запах имеют, друзья. Знаете, я знаете, почему показываю? Потому что я сама-то этого не видела раньше, пока сюда не приехала. А вот это, друзья, полюбуйтесь. Это вот трудно даже узнаваемые махровые тюльпаны. Вот такие вот прелестные. И вот еще одна камелия. У нее цветов меньше, но они, вы знаете, вот они настолько крупные, что я решила вам тоже их показать. Вот посмотрите эту прелесть. А это же просто фантастика. Фантастика. Убеждают, что это Англия страна контрастов. Вот тут вот наравне с такими развольными, бедными абсолютно какими-то домиками, квартирками. Вот такие вот громадные, шикарные дома. Вот наравне с какими-то красивыми викторианскими домами. Вот есть и маленькие коттеджи, и есть вот такие вот дома, видите. Вот опять нелюбимые англичанами вот эти вот. Вот если уже 3-4 этажа, дом вот такой многоквартирный, уже они его не любят. И уже там намного дешевле продаются все квартиры. Как вам нравится вот этот кабриолет, друзья? А посмотрите, я не могу поверить, что он еще на ходу. Потому что посмотрите, в каком он состоянии. Это же просто катастрофа. И тем не менее на нем еще ездит кто-то. Пропуская вот этих ребяток вперед, вот они. Шли бы за мной сзади, тоже снимали на камеру. Тараторили. И в общем, скорее всего, что тоже приехали откуда-то, потому что они припарковались сзади меня. Приехали откуда-то на наш остров. И вот ходят в качестве туристов тоже. А я вот все хожу мимо вот этого вот маленького такого полисадничка, что ли, или как сказать. Вот он такой общественный вообще-то. Он почему-то все время закрыт. А там есть такой небольшой тоже какой-то симпатичный монументик. Я хотела вам показать. Вот почему он все время закрыт, мне непонятно. Жаль. Вот еще обратите внимание вот на этот дом. Вот видите, он весь заплетен диким виноградом. И вот сейчас он, конечно, выглядит не очень хорошо. А вообще этот дикий виноград, он осенью красные листья такие имеет. Когда начинает уже глубокая осень, и в листва опадает, вот он краснеет очень сильно. И он смотрится вообще, этот дом, знаете, замечательно просто. Это вот не очень часто встретишь такие дома, сплошь увитые этим виноградом, этим растением. А ведь, по-моему, он же, наверное, туда впивается в стенку, и он рушит же, наверное, стену-то эту. Вот не знаю. Вот еще, посмотрите, какой красивящий, колоритный дом. Садик такой великолепный. Супер. Сейчас вот, кстати, время 3 часа. Закончились школьные занятия. И вот можно встретить вот такие вот предупреждающие знаки, мигающие. А если недалеко школа, вот только 20 миль в час можно ехать с такой скоростью. И вот, вы знаете, я вернулась вот в эту вот церковь, которую вам показывала в недавнем своем видео. Чароти, в которой бесплатно там на заднем входе лежат булки хлеба, просроченные какие-то еще фрукты. Ой, то есть не фрукты, а овощи. Все это просроченное, я не знаю, берет это кто-нибудь или нет. Я была просто поражена. А потом, когда я пошла погуляла, я, знаете, что подумала? Я же своих лебедей и гусей кормлю. Я сейчас пойду, наберу этих булок, если они там еще остались. И покормлю своих лебедей. И всем будет хорошо. Знаете, я думаю, что это будет правильно, друзья. Ну, а здесь вот это вот при море скум. Видите, вот напротив. Вот как раз все возвращаются из школы, из этой. Поэтому висят везде предупреждения. Вот такая школа. Эта школа немножко поменьше, чем та, которую я вам показывала. Она также в центре райда. Она намного старше. Построена давно. Ну, здесь, может быть, не так много территории вокруг. Но смотрится, мне кажется, она как-то намного поприятнее. Вот, видите, такие ребятки в школьной форме. Показываю вам. А вообще, вы знаете, вот, когда я зашла в эту церковь, я раньше же никогда не заходила в нее. Ну, красивая, симпатичная, мимо хожу. А у нас этих в райде церквей очень много. Так я вот хочу как-то с вами вместе прогуляться и показать вам, наверное, большинство из них, что они из себя представляют. А это, по-моему, и гиацинты, да, друзья? Вот такие гиацинты. Великолепные. На грядке. И здесь один тюльпанчик. Очень красиво пахнет. Обалденно. Вот. Ну, а я с вами на этом прощаюсь, друзья. Пойду кормить своих птиц, гусей и лебедей. Всего вам доброго. Будьте здоровы. Пока-пока.